Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая говорить о первом послании апостола Павла Коринфина, мы обратимся сейчас к девятой главе этого послания. В девятой главе апостол Павел в основном посвящает свои слова теме, которая всплывает, если не во всех, то в очень многих его посланиях, потому что апостол считал ее действительно очень важной для христианской церкви, для практики христиан, и, вероятно, потому что его собственная позиция по этому вопросу вызывала изрядное удивление. Дело в том, что, как мы знаем, апостол Павел был категорическим противником профессиональных верующих и считал, что каждый христианин, независимо от своего места в церкви, своих задач, своего служения, не должен жить за счет других, а должен зарабатывать себе на хлеб сам. И Павел последовательно, всегда, даже в самых трудных обстоятельствах, старался именно так и делать. Но только если он сидел в тюрьме, где это было невозможно, ну тогда другой разговор. Но в любой общине его, в большинстве посланий, мы видим, как Павел обращает на это внимание, призывает своих читателей, вот так надо поступать. Вы что думаете, что я не имею права так поступать? Вот спрашивает он в начале первой главы, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Да, он апостол, да, он свободен, да, он видел Иисуса Христа Господа нашего. И поэтому, говорит он, есть у него власть, есть и пить, но, да, и действительно, Писание говорит, не заграждая рта у вола молотящего, но все-таки апостол Павел так не делает. Он восклицает, что один я и варнава не имеем власти не работать. Ведь, видимо, с их точки зрения апостолы, ну или определенная группа людей, благовестников, имеет власть не работать. Но, правда, надо заметить, что по обычаям древней церкви апостол имеет право не работать, власть не работать, но не имеет права задерживаться в одной и той же общине дольше трех дней. То есть это не так, что он апостол или какой-нибудь его там преемник, живет годами на одном и том же месте, а община его кормит. Нет. На четвертый день он перестает быть апостолом, становится лжеапостолом. А в течение трех дней, да, может благовествовать, его будут кормить, потом с почетом, так сказать, проводят дальше. Это тоже важно понимать про реальность первых христиан. Но Павел и от этого тоже подчеркнуто отказывается. Говорит, что да, я тоже как апостол имею власть, и вот эти вот там три дня, да, чтобы меня поддержали, та христианская община, к которой я пришел. И имею власть иметь спутницу и жену, как другие апостолы и братья Господни, и Петр. Из чего, кстати, да, следует, что у Павла не было спутницы, сестры, жены, то есть, по крайней мере, не было верующей жены, как у апостола Петра и братьев Господних и других апостолов. Все это Павел приводит в качестве пример того, что он, конечно, на все это имеет право, но он от всего этого отказывается, не пользуется этой властью, чтобы не поставить какой-нибудь преграды благовествованию Христову. Да, священно действующие питаются от святилища, так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, но Павел желает поступать иначе, считает нужным поступать по-другому. По сути, если мы внимательно посмотрим на это рассуждение, мы увидим, что Павел спорит не с кем-нибудь, как с самим Господом. Говорит, да, Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Хороший вопрос, а где он это повелел? Откуда мы это знаем? Или Павел это знает из каких-то источников, которые до нас не дошли? Скорее, все же последнее, потому что в Евангелии, по крайней мере, в тех рассказах, где говорится о том, как Господь отправляет апостолов на проповедь, да, говорит им, не имейте ни сумы, не берите с собой двух одежд и так далее. Да, это можно с честь таким вот отправлением на проповедь, чтобы проповедующие Евангелие жили от благовествования. Может быть. Но может быть, все-таки апостол Павел ссылается на некоторое устное или письменное предание, которое до нас в явном виде не дошло. Так или иначе, он говорит, да, Господь говорит, что когда вы идете и проповедуете Евангелие, ну, ешьте то, что вам дадут. И где вас приняли, в том дуиме оставайтесь. Но апостол считает, что правильно делать по-другому. Повторяю, он в этом смысле предлагает нечто перпендикулярное тому, что по его же собственному сообщению говорит Господь. Он говорит о том, что никакой заслуги, почему бы проповедующим Евангелие жить от благовествования, никакой особой заслуги тут нет. Он говорит, да если я не благовествую, мне же самому хуже. Горе мне, если я не благовествую. За что мне награда? Я проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей личной властью. Именно потому, что это не какая-то заслуга, а это обязанность, не исполнение которой губительно для души, для самого человека. Вот как рассуждает апостол. И так, будучи, тем не менее, свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. помимо темы, так сказать, жизни не за счет паствы, а за счет того, что сам заработаешь руками, помимо этого, вот апостол говорит, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. он настойчиво предпочитает быть совершенно независимым, чтобы и отношения его с теми, кому он свидетельствует, кому он проповедует Евангелие, тоже оказались бы чисты вот от этих всех меркантильных соображений. И вот Павел говорит, что это дает ему возможность быть, ну, говорить на одном языке с теми людьми, какими бы разными они ни были, с которыми он говорит, с иудеями, как иудей, для чуждых законов, как чуждый законов, для немощных, как немощный, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. То есть апостол говорит о том, что он пользуется этой своей свободой и независимостью, чтобы действительно он мог разговаривать с любыми людьми, и чтобы его обращение и к рабам, и к труженикам, и к свободным, и к иудеям или богатым, кому угодно, чтобы вот эта его независимость дала ему возможность говорить с людьми, а не с социальными фигурами, говорить с человеком, а не с социальной функцией. Это на самом деле чрезвычайно важно. И вот он говорит, это я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И здесь, вероятно, когда он диктовал эти слова, он произнес слово соучастником, задумался, и в его голове сформировалась целая картина, что он имеет в виду под словом соучастники. И апостол считает необходимым эту картину читателю своему предложить. И вот он говорит, посмотрите, как бегущие на стадионе. Бегут все, но один только получает награду. То есть он говорит о себе, как о соучастнике забега к Богу. Потрясающая, на самом деле, картина, понимаете. Вот Бог как цель, к которой мы все движемся, так он об этом говорит. И вот мы все бежим. И я увидел себя, говорит апостол, как соучастника забега, всех тех, кто стремится ради Евангелия, ради Бога. И посмотрите, говорит он, бегущие на стадионе, все бегут, хотя и один только получает награду. Ну вот бегите, бегите, чтобы получить. Он говорит о рвении, о том, что важно по максимуму, насколько это вообще для тебя возможно, всеми силами бежать, двигаться, действовать для этой награды Евангелия. бегите, чтобы получить. И вот он говорит о том, что мы стремимся к этому нетленному венцу. Обратите внимание, все подвижники воздерживаются от всего. Одни для получения венца тленного, а мы нетленные. Дело в том, что там то, что сегодня так впечатляет христиан, многие спортсмены, тогдашние, античные, очень строго соблюдали диету, того не ели, этого не ели, всего не ели, и вообще там питались по часам. В том числе считая, что это поможет им на спортивных соревнованиях, каких-нибудь там олимпийских играх победить. Поэтому Павел говорит, ну вот все воздерживаются. Все воздерживаются, те, кто хочет чего-то достичь, чего-то добиться. Ну вот они для получения венца тленного, а мы нетленного. Поэтому, говорит апостол Павел, поэтому я двигаюсь, я бегу, я стараюсь, усиливаюсь, бегу, не так, чтобы для виду только, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю тело мое, чтобы самому, проповедуя другим, не остаться недостойным. То есть вот, по-видимому, это слово про соучастник Евангелия для Павла еще вот такое высветило, поворот, так сказать, сюжета, поворот мысли, что да, мы все воздерживаемся, все, так сказать, стараемся держать организм в узде, для того, чтобы силы правильным образом расходовались на нужное, на дело благовествования, чтобы не остаться недостойным. Продолжение следует... Продолжение следует...